Всем привет привет! Итак, ребятки, продолжаем мы обсуждение того, что произошло буквально там чуть-чуть времени назад, а именно я купил в магазине набор из двух ПТшек, которые выставили на продажу. Купил его за 8000. Вот этот вот наборчик я приобрел за 8000. Т28 я уже покатал и по нему есть обзорчик на моем канале. Ссылочка должна сейчас появиться в подсказках и будет еще в конце видео. Супер Хеллкет я не выкатывал ни разу и в подтверждение этого хочу показать вам следующее. Вот ПТшки, все которые есть. И смотрим, по Хеллкету у меня информации нет. И по Хеллкету информации у меня нет. По одной простой причине, потому что там стоят полные нули. Вот по Т28 HTC есть два боя, а Хеллкет я еще не выкатывал. И, соответственно, это является подтверждением того, что сейчас будет честный обзор и честное мнение первыми катками по данной машине. Я уже поставил себе амуницию, две канистры и Кока-Колу. Я поставил боекомплект. Оборудку переставил себе. В принципе, стандартно, как всегда, оставлю. Увеличил немножко подвижность. Я единственное, что поставил себе вместо дополнительной брони, поставил себе дополнительное ХП по одной простой причине. Потому что у данной ПТшки брони нет в принципе и улучшать особо нечего. А вот ХПшки добавить в принципе на седьмом уровне 66 вроде бы и не зарешает, но возможно это будет какой-то так остаточек для еще одного шота, если меня будут разбирать. Что же касается самой машинки. Смотрим на то, что она имеет. Как обычно смотрим орудие, остальное посмотрим в бою. Углы склонения минус 9. И сейчас заценим в бою, насколько это меня смутило на Т28. Угол склонения минус 4. А вот здесь как бы пока вроде смущения нет. Что касается Альфы. 225 единиц урона. Как бы неплохо. И мне это нравится. За 5 секунд перезарядки. Вообще красота. 2730 единиц урона в минуту. То есть я так понимаю, что если Хеллкет где-нибудь нормально пристроить на позиции для ПТ и иметь возможность поддержкой команды шотить по противникам через каждые 5 секунд, то в целом урона можно наколбасить довольно таки немало. Пробитие. 182 единицы. В принципе для семерки ПТшки я бы сказал, что в пределах разумного, в пределах нормального. Время сведения разброс на 100 метров сейчас заценим непосредственно в бою. Куда мы прямо сейчас с вами ринемся и сделаем на этой машинке первые две катки. Погнали в бой. Посмотрим, что в замесе будет. Пока заходим в бой, обратите внимание, вот здесь вот внизу желтая иконочка. Наведя на нее мышь, вы можете в один клик подписаться на мой канал, чем сделаете просто огромное, огромное одолжение моему каналу. Сделаете возможным конкурировать с другими обзорщиками на Ютюбе и не затеряться на его просторах. Спасибо вам огромное за благовременно. Итак, ребят, давайте заценим в первую очередь, как обычно, подвижность. Подвижность у данной ПТшки я бы сравнил с подвижностью машинки СТ. Посмотрите, СТ ломанулись. Мы в принципе не пасем задних. Я бы сказал, что мы их даже догоняем, поэтому я не могу сказать, что к подвижности есть у меня какие-то вопросы. На горку запрыгивает крайне бодренько, но и соответственно занять позицию вот эту вот стандартную для ПТшек не составляет труда. Углы склонения мне пока очень нравятся, потому что, если говорить откровенно, я ожидал немножко худшего. На этой же позиции, допустим, отстаиваясь, ну, я бы сказал, что очень даже таки комфортно, очень даже уютно. То есть у меня орудие и вниз вполне спокойно уходит, и вот туда в городок, да, там вполне спокойно могу выцеливать, и вот сюда могу пушку повернуть. Да, выше сейчас не поднимается, но я думаю, что сделаю я чуть-чуть вперед отъездик, и, соответственно, туда я тоже начну нормально сводиться. По точности и сведению. Сведение довольно неплохо работает. В принципе, по точности тоже вопросов абсолютно никаких нет. Время перезарядки, ну, я бы сказал, что мне очень нравится. Прям вот совсем-совсем нравится. И, как бы, скорость полета снаряда просто шикандосная. Вот реально просто шикарная скорость полета снаряда. Да, разовая альфа, если сравнивать с какими-либо другими танчиками, может показаться несущественной. Но, ребят, с учетом времени перезарядки и точности орудия, я бы сказал, что альфа не является каким-то существенным минусом данной машины. Мне очень пока нравится. Да, картонная. Сейчас, как только засветили, вон, бок сзади прилетела. И, в принципе, сразу вошло. Но это ПТ-шка, и ожидать от нее, что она прям будет что-то как-то танковать, ну, навряд ли. Тут единственное, что может танковать, это вот маска на орудии, как я понимаю. А больше танковать, в принципе-то, и нечем. Но это судьба любой, практически, ПТ-шки. Если не считать, как сейчас показал обзор предыдущий Т-28, то там танковать действительно есть чем. Там действительно тяжело ее пробить. Что же касается этой машинки, то плюсом этой машинки является, ну, вот против Хеллкета, да, мы перестреливаемся. Что касается данной машинки, то плюсом данной машинки является как раз ее, ну, я бы сказал, бешеная, как для ПТ-шки, маневренность, с учетом еще и поворачивающейся башни. И, или как там правильно говорить, рубки, да, если я не ошибаюсь. Так вот, огромными плюсами данной машины является просто бешеная, как для ПТ, подвижность, очень хорошая, точная пушечка, и, я бы сказал, просто шикарная скорость перезарядки. Я сейчас ускорился не потому, что мне не хватает, а потому, что я хочу побольше урона попытаться занести в товарища Ликана, ну, и, соответственно, побольше набить себе серебрушки по результатам боя. Сейчас даже выйду на него и попытаюсь его добрать, наших союзников особо нет, ну, а у меня есть все шансы, и я этим шансом не могу не воспользоваться. Итак, ребята, вот она первая катка на Хеллкете, я бы сказал, что довольно быстрая, но офигенски приятная. Ребят, я покупаю этот набор, честно говоря, думал, что я покупаю его исключительно для того, чтобы показать его вам, да, и, ну, не то чтобы скрипя зубами расставался с голдой, но в то же время вы сами понимаете, что голда лишнее не бывает, и покупать какой-то шлак, ну, как обычно, не хочется. Сейчас пока у меня исключительно позитивные ощущения после покупки этого набора. Итак, за наш бой 2 единицы урона и 2 единицы фрагов, да, то есть 2 уничтоженных противника и 1723, будем говорить, 1700 единиц урона. На общих показателях по серебру это сказалось в виде 22,5 тысячах серебра в плюсе, и мы заняли первое место по урону 1700 с отрывом в 500 единиц от второго нашего игрока. Я лично, ну, не ожидал такого результата от Супер Хеллкета. Итак, закатываемся еще в одну каточку и смотрим, что получится у нас сейчас во второй катке. Пока мы закатываемся в бой, хотел попросить каждого из вас, кто уже подписан на канал или подписался на канал и будет оставаться со мной, если вы имеете возможность кинуть донат на развитие канала, я вам буду очень благодарен, ссылочка есть в описании. Также вы можете кинуть мне донат в виде голды просто на аккаунт, пользуясь какими-либо интернет-платформами, через которые можно это сделать. Я буду вам безумно благодарен, это реально возможность снимать все новые и новые видео. К сожалению, мои возможности не безграничны и, безусловно, не всегда хватает на все, что хотелось бы купить и на что хотелось бы сделать обзор. Очень много танчиков выпадает довольно часто на продажу, выпадают новые наборы, и я с удовольствием бы делал обзоры на то, насколько, допустим, вам повезет, если вы будете покупать себе набор каких-нибудь контейнеров. Итак, ребятки, вот он наш первый враг, пушечка меня просто умиляет своей точностью, просто шикарно отыгрывает. Да, безусловно, в меня закидывают урон, это неудивительно, все-таки 45 ТП, это тяжик, довольно хороший тяжик по урону и, соответственно, по пробитию в том числе. Я думаю, что мне ничего не остается, кроме как начать куда-нибудь раковать, затковать и прятаться, поскольку сдается мне, что сейчас ко мне все приедут и, соответственно, разберут меня на мелкие запчасти. Побоялся я нырять вниз, думал, что как раз 45 ТП будет там меня ожидать. Буду перепрыгивать абсолютно на другой фланг, потому что запаса прочности не хватает. И заметьте, параллельно с тем, что я убегаю, да, безусловно, приходится сваливать периодически в играх, Я хотел бы сразу обозначить, что ПТ-шка вам это позволяет, то есть вы реально можете свалить, если вам это надо. Если игра требует от вас быстро поменять место, где вы находитесь, то, в принципе, Hellcat вам позволит это сделать. Я бы не сказал, что в игре есть много вот таких вот очень хорошо подвижных машин, которые позволяют вам вот так вот менять направление, перекатываться абсолютно на противоположный фланг, но и таким образом чутка дольше пожить в бою и, соответственно, попытаться чутка больше помочь вашей команде в выносе соперников или хотя бы в нанесении урона. Не получилось у меня в этом бою отыграть на Hellcat именно как на ПТ-шке по одной простой причине, потому что бой немножко по-другому сложился, ну и карта такая, на которой, ну, ПТ-шить особо не получается, ну, кроме как вот там вот стандартно стать возле камешка и, соответственно, набрасывать оттуда. Но в целом, ребят, смотри, блин, Ис, жаль, что ты не дал мне выстрелить. В целом, ребят, я могу сказать так, подвижность и скорострельность данной ПТ-шки это, ну, просто ее, наверное, визитная карточка. Раньше у меня не было этого танчика ни на одном из аккаунтов, и для меня это исключительно первый опыт игры на данной машине. Ну, здесь уже терять особо нечего, в любом случае это победа. Попытаюсь обогнать наших союзников и дать дополнительный шот какой-нибудь, но вот не дают мне этого сделать. Жадность, она все-таки страшная штука, но хотя бы сделаю фраг. Итак, ребята, возвращаемся назад в ангар, смотрим на результаты боя и суммируем всю полученную нами информацию по данной машинке и, наверное, набору в целом. Если вы смотрите два видео одновременно, я имею в виду одно, а потом второе, то, наверное, вас заинтересовала покупка именно набора. Итак, 992 единицы урона, два сделанных фрага с учетом одного недобитка, ну, как бы особо считать не будем. 16,5 косых серебра плюса и среднее место в команде по урону. Давайте теперь будем суммировать и высказывать свое честное мнение. А мое мнение честное звучит так. Я не пожалел о том, что купил этот набор. Я сказал об этом в обзоре по Т-28 в разрезе исключительно самого Т-28, что я не жалею ни об одном золотом, который потратил на эту машинку. Мне она действительно понравилась и она просто перевернула мое отношение к ней. Супер Хелл Кэт это тоже машинка, ну, годная. И я бы сказал, что основным плюсом ее, помимо скорострельности, помимо ее подвижности и безусловного минуса в отношении бронирования, я бы все-таки сказал, что самое основное, что дает эта машинка, она дает позитивные эмоции и, как я это называю, фан от игры. А мне кажется, это самое ценное, что есть в любой игре, в какую бы вы ни играли. Если вы получаете от нее максимум удовольствия, если у вас, вот как у меня сейчас после этих двух боев, ну, прямо аж все внутри взыграло, да, и эмоции меня переполняют позитивные, я думаю, что это и есть лакмус того, стоит ли покупать эту машинку. Стоит ли покупать ее вам, ну, безусловно, решать вам. Я не буду вам рекомендовать, я не буду говорить, что это прям must-have в любом ангаре, или что вот это является must-have в любом ангаре. Но скажу так, в моем ангаре я не жалею, что эти машинки были мною куплены и будут находиться в моей коллекции танков. И я уверен, что я буду периодически их выкатывать и получать от них максимум кайфа. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, поддерживайте канал возможностями, которые у вас есть. Спасибо вам за благовременно, за все. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия.